Здравствуйте, с вами Спектр. Как вы знаете, ролики по Сталкеру я делаю достаточно редко, потому что в основном смотрю на какие-то действительно глобальные проекты, которые достойны внимания и упоминания. И возможно, помните вы или нет, когда-то я делал обзор на модификацию Update, что является, наверное, самым лучшим ремейком Сталкера Тени Чернобыля, с невероятной графикой и 4К текстурами. В принципе, мод вам зашел. И вот спустя такое-то время, наконец-то ко мне обратился один из подписчиков обозреть подобную же модификацию на Зов Припяти. Правда, в случае данного мода это скорее будет уже не ремейк, а небольшой ремастер. Именно Зова Припяти. Таким образом, мы можем собрать, в принципе, неплохой триплет, потому что если подобный мод, оказывается, существует и на чистое небо, то почему бы и нет. Поэтому сегодня мы посмотрим на фанатский ремастер Сталкера Зов Припяти, тем более, насколько я помню, это вообще первый ролик по Зову Припяти в плане модификации на моем канале, но надеюсь, что он вам понравится. Не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал, если хотите больше роликов по Сталкеру, просто напишите об этом в комментариях. И огромное спасибо Дмитрию за то, что скинул мне данный ремастер Зова Припяти, с которым я, может быть, знаком меньше всего из всей трилогии, но тем не менее, побегать и посмотреть будет достаточно интересно. Всем приятного просмотра и давайте потихоньку уже начинать. Итак, собственно, я уже нахожусь в менюхе Сталкера Зов Припяти, игра у нас потихоньку прогружается и самое главное, что здесь все прогружается довольно быстро, но здесь опять же стоит учесть то, что в этот раз я тупить не стал и поставил на SSD-шник этот мод, потому что когда дело касается ремейков, ремастеров, ребилдов и так далее, лучше все ставить на SSD. И вот мы с вами... А, это интруха, и сразу мы ее, наверное, скипаем, и он сказал, что в самом начале мы будем с вами находиться в другой точке. Да, так и есть, мы действительно с вами находимся, по-моему, в другой точке, в начале Зова Припяти мы должны быть где-то в лесу, правильно? В лесу и выходить на первых наших братанов, но здесь уже все совершенно иное. Как я сказал, Зов Припяти я проходил один раз... О, подожди, какой один раз? Два раза. Это было для пацифиста, когда я вообще ничего не понимал, и второй раз это было для видоса, какой Сталкер является самым сложным. Зов Припяти там занял последнее место, потому что это одна... Это, наверное, лучшая часть Сталкеров, в которой я играл вообще, ну, в глобальном плане. И, в принципе, я от нее постоянно испытывал удовольствие, потому что она мне показалась самой допиленной, самой интересной и самой разнообразной в плане контента и геймплея в целом. И я точно помню, она была такая серая и унылая, но с этим ремастер-модом это выглядит действительно очень даже хорошо. И у меня появился такой вопрос, а я там случайно сейчас не наприду на кого-нибудь? Потому что, по факту, я должен же вначале, да, посетить несколько вертолетов, да, которые разбились. Но, учитывая, что я начал не со стартовой точки, у меня сразу возникает вопрос, а в какую сторону идти. Но первое, что хочу отметить, в этом ремастере действительно очень хорошая гамма цветов. Я люблю такие ремастеры, когда из чего-то унылого, хотя, казалось бы, ну, это атмосфера Сталкера, кто бы мог подумать, да, все равно, ты смотришь на действительно хороший проработанный проект с 2К текстурами. Да, тут не 4К текстуры, 2К, но, тем не менее, выглядит на общем контрасте, это достаточно хорошо. Так, у нас тут с вами первые противники образовались. Просто они подмечаются в красном на карте, я так понимаю, подходить к ним, наверное, не стоит. Да, что по поводу вооружения, давайте глянем. У нас есть пистолет с глушителем, у нас есть калаш, нож, так, и что еще? Даже есть гранаты. Эта модификация, насколько я помню, построена на основе, в большинстве своем, ганслингера именно. Это, я знаю, просто оружейная модификация для Сталкера, одна из самых распространенных. То есть, как человек, который, может быть, не знаком с моддингом Сталкера прям на тысячу процентов, ну, извините, ганслингер-то должен знать, поэтому в этом плане все хорошо. Звучи стрельбы, как всегда, хорошие, нравятся, очень нравятся. Так, ладно, наверное, дочистим эту деревню, при том, по головам теперь стрелять очень хорошо. И мне нравится, что движение прицеливания здесь весьма и весьма интересное. А еще забавно, что отдачи у калаша практически здесь нет. Ладно, не суть. Давайте, хотел сказать, дорезать остатки. Но вообще, да, помимо графики, с оружием ведь тоже здесь надо ознакомиться, это не так уж и плохо. Я знаю, что в большинстве своем люди делают моды именно на Тень Чернобыля. Возможно, она просто лучше всего подходит для этого, и, в принципе, я подобное не осуждаю. Тень Чернобыля, как мне кажется, это одна из самых, знаете, таких культовых игр в плане, ты мог в нее не играть никогда, но когда ты в нее заходишь даже первый раз, как это у меня было несколько лет назад, возникало такое ощущение, как будто я всю жизнь только в нее и резался. В Зоум Припяти ситуация немного иная. Я все время смотрю на нее, как на действительно коммерчески успешный больше проект. То есть, которая должна тебя затягивать ближе уже к середине геймплея, и ты просто не выйдешь, пока не закончишь как минимум сюжетную линию. И пока не насмотришься на весь контент, который был сюда добавлен. О, черт, крайне плохо. Последнее дело только с чистым небом, могу вам сказать. Да, которое я до сих пор, до конца так и не понимаю, честно говоря. Также помню, на Зоу Припяти выходил в свое время вроде как мультиплеер. Я помню, пытался его поставить до того, как записал легендарный, наверное, кооперативный ролик, да, по Тени Чернобыля. И, естественно, опять же, очень обидно, что моддинг на Зоу Припяти распространяется меньше, чем на ту же Тень Чернобыля. Но, может, опять же, меня здесь поправить, да, во всяком случае. Окей. Ну, в общем, более-менее, я, наверное, сейчас дочищу уже самостоятельно эту зону и вернусь к вам. Ёлки-палки, там еще и ратинционная зона. Слушайте, по-моему, я забрел в какой-то не тот район, потому что здесь типов слишком много. Здесь типов слишком много, и они постоянно норовят просто от меня избавиться. Я ничего с ним не могу поделать, но... Слушайте, по-моему, в этом ремастере меня прям полноценно так в гусь событий кидать. Я, если честно, помню в оригинальной Зоу Припяти вообще в первой локации старался ни с кем особо не сражаться, но это прям ужас. Каждый здесь норовит просто меня избавить от лишнего груза. Я вам говорю, серьезно, есть что-нибудь? Затушите это, вон, водка есть, хорошо. Затушим радиоактивность, хотя бы радиацию, это несчастно. Господи, это действительно кошмар. В целом могу сказать, что модификация, кстати, ощущается действительно хорошо. Вот можно было бы даже с этим ремастером мне тогда первый раз в жизни пройти из Зоу Припяти. Хотя, конечно, возможно, куча фич здесь была изменена, да, от оригинала. Поэтому, наверное, хорошо, что я все-таки сначала ознакомился именно с чистой версией, а потом дошел до сюда. И мне теперь стало интересно посмотреть. О, смотрите, как, кстати, цветоконтраст, да, сразу поменялся, когда входишь в другую локацию. Мне было бы интересно посмотреть на выброс. Потому что выброс, я уверен, в подобных ремастерах, ремейках, ребилдах, ребутах, называйте как угодно. Это одна из самых лучших штук, которую, в принципе, можно, наверное, увидеть с толкача. Ладно, по заданию нам надо далее. Давайте пока болото вот это несчастное пересечем. И, кстати, главный герой двигается очень быстро. И у него с выносовостью вообще, по-моему, нет никаких проблем. Только вот в воду. Наверное, лучше бы я не заходил в нее, но что ж поделать. Просто помню, что на воде любят располагать всякие аномалии, или просто набираться радиацию главного героя. Слушайте, жесть. Это выглядит действительно круто. То есть, это не тот мод Stalker Update на Тень Чернобыля, который я показал. Там с графикой творились просто чудеса. Но это вполне достойный ремастер, который просто освежит вашу игру. Притом он достаточно просто в установке оказался. Опять же, спасибо Дмитрию за то, что предоставил мне эту сборку. Я о ней абсолютно ничего не знал. Так как мало, пожалуй, слежу, да, за всем этим делом. То есть, максимум на Тень Чернобыля, обращаю внимание, что выходит. И опять, кстати, меняется погодный эффект. И это очень даже хорошо, что, наконец-то, игра сама соблаговолит. Ах, небольшие пролагивания, да. Но это, кстати, классика. Это классика всегда, что небольшие пролагивания могут быть. Но скажу вам прямо, у меня сейчас в игре 90 кадров в секунду. То есть, Моник, допустим, вместо 44, я небольшие пролагивания чувствую. Прям небольшие. Но вы на записи, скорее всего, этого не почувствуете. Корзинка будет плавной, потому что она, естественно, будет рендериться в 60. И при дожде, кстати, смотрю, даже программа для записи нисколько не дропает у меня число ППС на экране. То есть, всё достаточно стабильно, всё достаточно хорошо. Сборка, я бы даже сказал, мега-приятная. Даже мега-ультра-супер-приятная. Правда, местами, конечно, да, вот эти проблески старых текстур в Зову Припяти, конечно, появляются. Но куда деваться, да? Как говорится, спасибо и на этом. И, кстати, после того, как я сбежал с первой локации, по сути, ой, она с Амеливи не усилился. Вот теперь, кстати, у нас та самая атмосфера Зова Припяти наконец появилась, да? Печальная, грустная и так далее. Кстати, в этом проекте не используются решейды. Ну, именно я имею в виду в плане программы решейд 4.9.1 или какая там уже версия есть. Здесь всё ставится только за счёт мод-файлов, которые ты, соответственно, кидаешь в папку с игрой. И когда-нибудь я, наверное, добегу до прибежища, где, наверное, что-то смогу сделать. Вот чёрт, но самое главное, что здесь интерфейс остался целиком из оригинальной Зова. Из оригинальной Зова Припяти. Хотя я помню, кстати, на Сталкер-апдейте... Ёлка, вот это было... Слушайте, сколько бы я ни играл в этот... В Зов Припяти, я всё время боюсь вот этих уродов. Какой же это ужас. Ещё хрен ты их найдёшь ведь здесь. Это кошмар. Я так орал, когда Зов Припяти проходил оба раза. Но сейчас... Я просто испытываю шоу. Ладно, кровосос убежал. Ну, короче, меня просто развели на патроны. И проблема в том, что у меня пропало задание. Я добрался до итоговой точки, но у меня всё пропало. То есть надо было расспросить Сталкеров про место, в которое мне нужно. Но после того, как я атаковал кровососа, метка просто пропала. Поэтому мы можем самостоятельно зайти вот на этот объект. Мне здесь делать нечего, ты уверен? Я вообще-то рассматриваю фанатский ремастер Зова Припяти. Слушай, так я и сам могу. А чё, проблема? Подход к сенсу переработки отходов. Мне нравится... Мне нравится, как здесь, кстати, ещё блюр был добавлен. То есть когда видите, целишься, да? Подожди. Сейчас, секунду. А, я не поймаю этот эффект. Ну, короче, понятно, как обычно. Да, не поймаю я этот эффект полноценно. О, ты лежачий уже? Пока, братан. Тут твои братки меня вроде как наказать хотели. Извини, что я так вломился к вам. Но мне же надо что-то делать. Да, поэтому эффект блюра здесь это тоже хорошая штука. Проблема, знаете, в чём? Проблема уже в деймплейном плане. У меня попросту... Господи, боже мой, ну это слишком бронированный чувак. У меня, короче, попросту нет патронов к автомату. И это очень плохо. С пистолетом такую броню и такие шлемаки я к жизни просто не пробью. Хотя, как говорится, уровень сложности я поставил ещё более-менее. Ну да. Попробуем сейчас, наверное, что-то сделать тогда. Давай в 100 желтых дёху пойдём. Пошёл отсюда. Следующий. Так, секунду. Давай, братан, отваливайся. Ну-ну-ну-ну-ну, молодец. Не так уж и сложно, правда? О, нормально тут оружие, кстати, прислоняется. Забавный такой элемент. Ну, короче, либо они, либо я. Тут уже без вариантов. Но, я вам скажу, файты в этом ремастере проходят, в принципе, вообще отлично. Потрясающее оружие. Хорошо, что забрал его. Блин, гранаты они тут ещё кидают. Ребят, вы же прекрасно понимаете, что если бы я не рассматривал, что тут происходит, я бы с вами разобрался ещё гораздо быстрее. Калашка-то у меня лежит. Учитывая, какой геймплей происходит, наверное, хорошо для многих из вас, что вы не видели, как я вообще проходил первый раз в жизни в Зов Припяти. Я вам, ребята, вам серьёзно говорю. Хорошо, что вы этого не видели. Вы бы просто словили тотальный ужас. Но я стараюсь просто как бы и геймплеем насладиться, но при этом ещё и продолжать рассматривать сам вот этот ремастер. Дождь, кстати, хорошие следы тут по итогу оставил. Ладно, кто выжил, тот выжил, короче. Красава. Давайте будем считать, что я вас, в общем, пощадил здесь, да? Разок, но ничего страшного. Это круто. Это выглядит невероятно круто, и я более чем доволен подобным ремастером. Правда, проблема в том, что это только первая локация, и сейвов у меня, к сожалению, здесь нет. Потому что, да, сборку пришлось ставить не на Steam-версию, как я обычно это делал, и делаю так-то, а это отдельная игра по сути. Но, чёрт возьми, канон здесь просто невероятный. Я очень рад, что смог на это всё наконец посмотреть. Кстати, погода, как видите, вообще абсолютно не меняется. То есть, как первый раз у нас с вами залетел этот дождь, так он, соответственно, и не прекращается. Возможно, и не прекратится до момента, пока я не выйду с этой локи. Но сейчас, наверное, это уже не суть важно, правильно? И в целом могу сказать, что я остался доволен этой штукой. Поэтому, да, если это действительно один из, наверное, лучших ремастеров на Зов Припяти вообще, который существует, да, потом я, наверное, узнаю, что есть, оказывается, апдейт модификации для Зовы Припяти, да, то это здорово. Ещё бы, как говорится, на чистое небо такое откопать, и было бы просто круто. Но апдейт, тем не менее, на Тень Чернобыля держит пока что первенство в списке лучших ремейков вообще, сделанных в триплете этой серии. Ну, я думаю, наверное, на этом уже потихоньку будем закругляться, потому что показать мне вам здесь больше нечего. Я сегодня побегал, посмотрел на локации, насладился геймплеем, стрельбой и так далее. Всё, в принципе, выглядит на уровне. Мне действительно очень сильно даже понравилось. Пишите также, что вы думаете по поводу фанатского ремастера Зова Припяти. Возможно, самое время его как раз перепройти, да, скоро же всё-таки вторая часть выходит. И посмотрим, что будет твориться там. С вами был Спектр, вот такую локацию я набрёл для того, чтобы заснять вам финал. Огромное спасибо за просмотр. Если нужно больше роликов по Сталкеру, напишите об этом в комментариях. Также не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал. Ну и слышимся с вами, как обычно, завтра. Всем удачи, не болейте. А другие ролики по Сталкеру в конечных заставках сейчас на экране. И всем пока.